Всем привет, дорогие друзья-подписчики, а также гости этого канала. Неприкосновенная, великая и талантливая. За что же Сталин любил любовь Орлову? Пик популярности этой великой артистки пришелся на эпоху 30-40-х годов прошлого столетия. Один из самых непростых и драматических периодов в отечественной истории. Как худощавой блондинке из обнищавшего дворянского рода удалось покорить советского зрителя? Смотрите в этом ролике. Будущая звезда советского кино родилась в 1902 году в дворянской семье. По материнской линии Орлова состояла в близком родстве с писателем Львом Толстым. Родители с детства обнаружили в девочке музыкальный талант и отправили ее учиться в музыкальную школу. По легенде, сам Федор Шаляпин, будучи частым гостем в доме Орловых, пророчил девочке большую карьеру. Даже революция и гражданская война не смогли перечеркнуть планы начинающей артистки. В голодные годы Орлова продолжала обучение в консерватории, а позже в Московском театральном техникуме имени Луначарского. Ныне это ГИТИС. В 24 года Любовь вышла замуж. Ее избранником стал Андрей Берзин, крупная партийная шишка. Говорят, это был брак по расчету. Красавица Любовь сопровождала его на товарищеских застольях, а он, в свою очередь, содержал ее и всех ее родственников. Но через три года его арестовали и отправили в Казахстан, а позже заключили в ГУЛАГ. Орлова закрутила роман с иностранцем, австрийским импресарио. Удивительно, эти два факта из биографии артистки вполне могли в то время стать причиной ее ареста. Но Орловой по какой-то счастливой случайности этого удалось избежать. В 30 лет она снова вышла замуж. Ее супругом стал режиссер Георгий Александров. Именно он помог Орловой стать звездой номер один в Советском Союзе. Она исполняла главные роли во всех его фильмах. «Весна», «Веселые ребята», «Цирк», «Волга-Волга», «Встречи на Эльбе». На экране холеная аристократка с ловкостью перевоплощалась в ударне с труда и простых колхозниц. Советские зрители буквально боготворили Орлову. В каком-то смысле Орлова стала именем нарицательным. Все женщины хотели быть похожими на нее, а мужчины мечтали о такой спутнице рядом с собой. Орловой благоволил сам товарищ Сталин. Его подкупала ее породистая внешность и незыблемая уверенность в себе. О чистолюбии и властной натуре этой артистки ходили целые легенды. Известен один интересный факт из ее биографии. Во время войны она захотела слетать в Ленинград, чтобы посмотреть на белые ночи. Актриса потребовала самолет у маршала авиации. Тот, естественно, отказал. Тогда Орлова сказала ему, «Вы что, хотите стать лейтенантом?» В конечном счете, она добилась своего. Конечно, экранный образ Орлова не имел ничего общего с ее реальной личностью. Она была абсолютно закрытым человеком. У нее практически не было друзей. И она никогда не принимала гостей в своем доме. Говорят, ее второй брак также был не плодом любви, а частью сделки. Александров и Орлова относились друг к другу с подлинным уважением. Но нежных чувств, а тем более страсти между ними никогда не было. И тем более, на людях они называли друг друга исключительно на «вы». Еще один довольно противоречивый и малоприятный факт из биографии Любови Орловой. Есть мнение, что пробиться на большой экран и стать звездой СССР артистке помогли вовсе не талант и удачливость, а многолетнее сотрудничество с органами НКВД, которые, как известно, обладали абсолютной властью в СССР. Не секрет, что уже будучи мастистой артисткой, Орлова вместе со своим мужем часто посещала за границу и в своих западных коллег по заданию секретных служб. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Всем удачи. Всего самого наилучшего. Всем пока-пока.